Когда обхват талии участницы мини-курса в цех уменьшился на 10 см, она сразу написала об этом в чат, чтобы поделиться неслыханной радостью. Все сразу захотели узнать секрет такого турбо-похудения, но были и скептики. Еще бы, ведь прошла всего одна неделя, обычно уходит 2-4 см, а здесь минус 10. Как вы думаете, возможно ли минус 10 см в талии за 7 дней? Или это какой-то феномен, который встречается 1 раз на 1000 случаев? А может участница просто неправильно измерила? Напишите в комментариях свое мнение и приходите на мега интересный бесплатный вебинар «Как за 7 дней настроить организм на снижение веса». Приглашаю на интересную программу «Без всякой воды». Проведу его я и обещаю, такого вам еще никто не рассказывал. Торопитесь зарегистрироваться, место проведения онлайн, время конец февраля 2024 года, длительность 2 дня. Ссылку прикрепила ниже, поставьте на паузу и займите место прямо сейчас, чтобы не забыть потом. Здравствуйте, я Светлана Никичук, дипломированный нутрициолог и фитнес-тренер с огромным стажем работы с людьми, которые снижают вес или набирают его. Нескучная еда для меня, как и для многих из вас, крайне важна при похудении. Раньше я искала компромисс, но только пройдя огромное количество обучений, научилась питаться так, чтобы вкусное блюдо не становилось лишним жиром на фигуре. Эти знания получают участники моих проектов, число которых более 14 тысяч человек, а также те, кто подписан на меня в соцсетях. Вот и сейчас хочу разобрать ситуацию, произошедшую совсем недавно. Минус 10 сантиметров в талии за 7 дней. Итак, что мы знаем об абдоминальной области тела человека, живота, а в частности талии, что она есть у каждой женщины, правильно? Но ее скрывают. Сразу под кожей находится подкожно-жировая клетчатка, жир, которая образуется в области пупка, жировое депо. Молекула жира притягивает две молекулы воды, поэтому где жир, там отечность, потозность. Далее идут мышцы, и собственно в полости живота находятся внутренние органы, печень, селезенка, почки, поджелудочная железа, желудок. Кстати, очень интересно, что на своих интенсивах я показываю настоящие органы, поэтому в конце февраля тоже это будет. Посмотрите, виден кишечник, который вместе с висцеральным жиром занимает все свободное пространство между органами и окутывает сами органы. Размер талии и степень выпирания живота зависит от количества жира и кишечника. Немаловажна, конечно, и прочность мышц пресса. Если висцеральный жир уменьшить быстро невозможно, то убрать раздутый кишечник и слить лишнюю воду вполне. Вопрос с отеками решается введением полезной привычки пить чистую воду. Вот здесь я рассказала, почему без воды не худеется. Ограничение соли тоже поможет избавиться от отеков, но соль нельзя так категорично исключить, как сахар. Почему? Смотрите вот это видео и не допускайте ошибок. Уже только эти меры помогут забыть, что любимые джинсы не застегиваются и носить их как раньше. Теперь поговорим о кишечнике. Его состояние и функционал полностью зависят от нас. Исключение составляет только врожденные аномалии развития и тяжелые хронические заболевания. Приятное чувство легкости в животе под силу устроить нам самим, как и совершенно противоположное – тяжесть, вздутие, распирание и спазмы. Это как мусорное ведро дома. Если регулярно его выносить, обеззараживать ведро, то в комнатах не пахнет, нет посторонних запахов, нет насекомых. Вам чисто и комфортно. А теперь представляете, что мусор копится. Один пакет накладывается на другой. Мусор прессуется, выделяется метан и углекислый газ, которые наполняют пространство, доставляя ужасный дискомфорт и снижая качество жизни. Так и в кишечнике. При переваривании пищи образуются эти же газы – метан и углекислый газ. И плюс сероводород. Если рацион питания стоит из продуктов, которые я перечислю позже, то объем газов становится огромным. Стул из-за минимума клетчатки становится нерегулярный и длительный. Толстая кишка раздувается плотным калом, а выше кишечник раздувается, как шарик. Да и сама форма живота похожа на воздушный шар. Получаются шары в шаре. Но ни легкости, ни талии нет. Так вот, если наладить режим питания, сделать его рациональным, сытным и нескучным, то действительно 7 дней достаточно, чтобы слить лишнюю воду, наладить работу кишечника, а значит убрать вздутие. Именно это и привело к неслыханному результату в минус 10 см в талии моей участницы на мини-курсе цех. И это абсолютная правда. Ни о каком глобальном уменьшении жира говорить нельзя. Человек в среднем теряет 100-150 г жира в день. И то это редкость. Значит за неделю она уменьшится где-то на 500 г. Повторюсь, это только жира. Средний результат участников за одну неделю это 2-2,5 кг, включая мышцы, жир, воду и так далее. Это говорит о том, что талия не могла так резко уменьшиться из-за потери только жира. Очень важно в снижении веса на старте учитывать вес и объем, потому что все мы разные и снижаем вес тоже по-разному. У кого-то хорошо идет вес, но не объемы или наоборот. И еженедельно фиксировать их и сравнивать, как идет процесс. Вот продукты, которые нужно минимизировать в питании, чтобы стройнить в весе и объемах. Именно минимизировать, потому что вам можно все. Вопрос только, какую цель преследуете. Магазинные местные полуфабрикаты убираем. Пельмешки, наггетсы, купаты, котлеты. Магазинные. Бесспорно, очень удобно. 10 минут и готово. Но слишком калорийный и жирный. Состав всегда неизвестен. Что фарш положил производитель, чтобы удешевить продукты и получить большую выгоду, мы никогда с вами не узнаем. Кожа, субпродукты, консерванты. Чтобы продукт дольше не портился и сохранял свой свежий цвет. Вспомните цвет домашнего фарша, который вы выложили размораживать. Вот так должны были выглядеть магазинные котлеты на лотке. Только не знаю, кто бы их купил. К тому же полуфабрикаты всегда щедро посолены. Соль это тоже усилитель вкуса. Это нужно, чтобы вам захотелось еще. Все полуфабрикаты можно заготавливать самим. Перекрутить куриное филе, запанировать и отправить в морозилку. Не так сложно, если хотя бы попробовать это сделать. Это экономит время и освобождает от утомительного ежедневного стояния у плиты. Ну или брать домашние полуфабрикаты у проверенных частных кулинаров, в которых вы уверены. Колбасная продукция, оставьте ее для иногда, если хочется. Новый год, день рождения. Посмотрите на бежу любой колбасы или сосисок. Белка там значительно меньше, чем жира. А значит считать этот продукт белковым ошибочно. Мяса там мало, а усилителей вкуса много. Поэтому хочется еще один бутерброд. Может быть вы планировали два, съедите три. Жирная сорта мяса калорийна само по себе, плюс калорийность повысится способом приготовления и добавлением масла. Белок это хорошо, но много белка это лишние калории, нагрузка на почки и процессы гниения с обилием газов в кишечнике. Перебор с жиром тоже не пройдет бесследно. В норме 1 грамм жира на килограмм веса человека. Больше это дополнительная нагрузка на поджелудочную железу и печень. Ощущение тяжести или обострение панкреатита или холецистита. Фрукты. Не все фрукты враги стройной фигуры, а только имеющие высокий гликемический индекс. Банан, виноград, хурма. Дело в том, что они содержат большое количество сахарозы, фруктозы, а в сочетании с клетчаткой раздует живот и обеспечит неприятные ощущения в животе. Фрукты это лучший десерт. Отлично заменит что-нибудь к чаю. В программах питания, которые получают мои клиенты, всегда есть таблица замен. То есть, если яблоко, то чем его можно равнозначно заменить. Белый рис относится к высокогликемическим продуктам. На 100 грамм продукта, 74 грамма углеводов и 333 калории. От него быстро захочется есть и переесть. У бурого полезного риса калорийность та же, 333 калории. Но это уже сложный углевод, который дает насыщение на длительный срок. Любимые суши роллы тоже все-таки следует исключить. Особенно если видите в составе крабовые палочки, майонез и так далее. Добавляют отеков и проблем с животом, соевый соус, уксус, сахар. Чай и кофе в чистом виде это полезные и диетические напитки. Но все меняется с добавлением сахара, молока, сиропов. И если ими запивать сладости. Так, эспрессо содержит 20 калорий. Капучино 130, а РАФ 400. Это полноценный завтрак. Сладкие йогурты калорийные содержат столько же сахара, как и коричневый известный всем сладкий напиток. И скорее всего по полезным лактобактериям пусты. Потому что даже в живых био-йогуртах, которые хранятся одну неделю, их количество резко падает. Срок годности сладких йогуртов 40 дней. Выбирайте с коротким сроком хранения, без добавок. Вы сможете добавить фрукты и ягоды по своему усмотрению. Кстати, совсем недавно я делала сама йогурт из закваски. И могу сказать, что это очень просто. Поставили баночки в йогуртницу. Все, процесс пошел. Вы занимаетесь своими делами или отдыхаете. Очень вкусно получается. Быстро продукты. Каша, пюре, лапша. Все, что заливается горячей водой и готовится 5 минут. Состоит из быстрых углеводов. А значит, вы проголодаетесь быстро, причем очень сильно. Заменяйте на настоящие, необработанные продукты. Геркулес с варкой 10-15 минут. Макароны, долгой варки и так далее. ПП сладости. Если покупаете такие, то внимательно изучайте состав. Они напичканы пустыми обещаниями и обманом, что побуждает вас съесть больше. Сахар заменяют на равнозначный компонент. Мед, сироп, патока, цукаты и так далее. Калорийность обычно до 500 калорий и очень много углеводов. Подытожу. Чтобы со свистом влететь в любимое платье, которое стало тесновато, уберите из питания продукты, которые задерживают жидкость и вызывают вздутие живота. Это первый этап к красивому стройному телу. Посмотрите на результаты моих выпускников. Хотите убрать живот, уменьшить бедра и при этом питаться роскошно? Переходите по ссылке под этим видео. Ставьте лайк, если узнали что-то новое для себя. Пишите в комментариях, что было полезно. И подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. У меня все. Увидимся. Пока-пока.